В этом уроке мы создадим каталог с товаром. Сейчас вы посмотрите врезку из другого моего интенсива, где я подробно и максимально просто рассказал о том, как правильно создавать каталог товаров со всеми нюансами и фишками. Итак, смотрим врезку, а после встречаемся с вами снова. Итак, смотрим. Теперь мы переходим к самой сути разработки магазина, а именно к созданию каталога товаров. Перед тем, как начать создавать товары, нужно завести категории. Что такое категории товаров? Это такой общий признак, то есть классификатор, который объединяет несколько товаров в одну общую группу. Например, товары кеды, кроссовки и туфли можно определить в категорию обувь. Категория может подразделяться на подкатегории. Например, та же категория обувь может подразделяться на мужскую и женскую обувь, которые будут являться подкатегориями. У нас в магазине будут 8 категорий, из которых 5 категорий будут подразделяться на подкатегории мужские и женские, а те в свою очередь будут состоять уже из товаров. Итак, давайте более наглядно продемонстрирую иерархию наших категорий на этой схеме. Смотрите, категории кеды, кроссовки, туфли, сандалии, шлепанцы подразделяются на подкатегории мужские и женские, а подкатегории мужские и женские будут состоять уже непосредственно из товаров. Остальные же категории не будут иметь подкатегории и изначально уже будут состоять из товаров. Вот так. А как же создать категории? Все очень просто. Для создания категорий нам нужно навести курсор мыши на вкладку товары и выбрать категории. Слева на экране находится панель создания категорий, а справа список уже созданных категорий. Как вы видите, у нас создана общая шаблонная категория. Давайте это исправим. Для начала нам нужно создать категорию кеды. Делается это следующим образом. Вот эту область я ввожу название категории кеды, а также кликаю вот по этой кнопке для загрузки аватарки, то есть изображение нашей категории, которая будет отображаться в главном каталоге нашего магазина. Все изображения и примеры текстов, которые я буду использовать при создании магазина, вы сможете найти по ссылке материалы сайта, расположенные в описании к этому видео. Итак, мы загружаем изображение категории, для этого кликаем вот по этой кнопке, а затем проходим стандартный процесс загрузки, там нет ничего сложного. После того, как аватарка подгрузится, мы для сохранения изменений кликаем по кнопке «Добавить новую категорию», в результате чего созданная нами категория отобразится в общем каталоге категорий. Теперь по этому же алгоритму давайте создадим категории кроссовки, туфли, сандали, шлепанцы, балетки, батильоны и сапоги. Как вы можете видеть, я создал все основные категории. Почти все основные категории, кроме батильоны, балетки и сапоги, подразделяются на две дочерние подкатегории – мужские и женские. То есть при наведении в меню навигации, например, на категорию «Кеды», на экран будут выводиться две подкатегории – мужские и женские «Кеды». Итак, а как же создать подкатегории? Все очень просто. Подкатегории создаются по алгоритму почти идентичному заведению основных категорий. Итак, давайте я продемонстрирую вам это на примере категории «Кеды». Нам нужно создать первую подкатегорию «Мужские «Кеды». Для этого заводим название «Мужские «Кеды»» и загружаем аватар изображения. Как это делать, вы уже знаете. Теперь нам нужно сделать эту категорию «Дочерний» по отношению к категории «Кеды». Для этого из раскрывающегося списка «Родительская категория» выбираем категорию «Кеды». Над категорией «Кеды» имеется область «Ярлык». После создания категории там отобразится индивидуальный признак, с помощью которого нас WordPress будет переадресовывать на страницу данной категории, где будут отображаться конкретные товары. Ни в коем случае не удаляйте и не меняйте ничего здесь, иначе собьете все ссылки и придется перенастраивать этот признак вручную. Он нигде не отображается и нужен лишь для переадресации. У нас почти все готово. Теперь давайте для создания этой подкатегории кликнем по кнопке «Добавить новую категорию». Вот, пожалуйста, наша подкатегория отобразилась в каталоге. По идее, если бы мы создавали главную категорию, то она бы отобразилась в самом верху, как самая свежая опубликованная. Но мы добавили с вами дочернюю категорию, поэтому она расположилась непосредственно под своей родительской категорией кеды. А о том, что это дочерняя подкатегория первого уровня, свидетельствует вот этот дефис перед названием. Если бы у подкатегории «Мужские кеды» были свои подкатегории, то они, соответственно, расположились бы сразу под категорией «Мужские кеды», и у них перед названием был бы уже не один дефис, а два, и так далее по иерархии. Теперь давайте по известному вам алгоритму создадим для категории «Кеды» под категорию «Женские кеды». Вот так, пожалуйста, у меня все получилось. Теперь нам нужно по известной вам схеме для категории «Кроссовки», «Туфли», «Сандалии» и «Шлепанцы» создать под категории «Мужские» и «Женские». Поехали! Итак, я создал всю иерархию категорий. Теперь нам нужно создать каталог с товарами, а именно завести товары. Товары могут быть простые, вариативные, с простой или сложной вариацией. Давайте все по порядку. Для создания товара нам нужно кликнуть по ссылке «Добавить новый», но если бы мы находились на главной странице консоли, то вам нужно было бы навести курсор мыши на вкладку «Товары» и кликнуть по ссылке «Добавить новый». Перед нами открылась панель «Создание товара». Для начала нам нужно завести название товара. Для этого вот эту область мы введем название. Далее в область, расположенную чуть ниже, нам нужно ввести описание товара, вот так. Вы также можете подредактировать внешний вид текста с помощью расширенной панели, которую мы установили ранее с помощью специального плагина. Далее справа у нас есть панель, с помощью которой мы отнесем наш товар к конкретной категории. Для отнесения категории нам необходимо поставить галочку в чекбоксе возле соответствующей категории. Давайте отнесем данный товар к категории «Мужские кеды» и соответственно к ее родительской категории «Кеды». Вот так. Лимит по выбору категорий не ограничен. То есть вы можете выбрать хоть все категории. Кроме того, если вы, например, создадите товар, для которого пока еще не существует конкретной категории, то не нужно переходить в область создания категорий. Все это можно сделать прямо из панели создания товара. Для заведения новой категории вам нужно кликнуть по ссылке «Добавить новую категорию», после чего в появившейся области мы вводим название товара. Если нужно, определяем для создаваемой категории родительскую и кликаем по кнопке «Добавить новую категорию», В результате чего создаваемая вами категория отобразится вот в этом каталоге созданных категорий, а создаваемый товар автоматически отнесется к только что созданной вами категории. Ниже вот в этой области нам нужно выбрать вариант отображения сайтбара, то есть например вы знакомитесь с товаром, а справа или слева вам отображается дополнительная информация о товаре, либо например фильтрация по цене или рекламные баннеры. Эта зона и называется сайтбаром, я выберу отображение сайтбара справа, для этого мне нужно кликнуть по соответствующей иконке, вот так. Далее справа есть область метки товара, она нужна для того чтобы клиент мог находить ваш товар через поиск, то есть например человек ищет кеды лакост, он не хочет копаться в вашем каталоге и вводит через поисковой запрос на вашем сайте кеды лакост, после чего магазин выводит все возможные вариации по его запросу. А вот уже полнота вывода товара клиенту зависит от того какие метки вы завели, метки можно добавлять как одиночно так и массово, например мы заведем первую метку кеды, для этого вот эту область мы должны ввести слово кеды, а затем кликнуть по кнопке добавить, в результате чего метка добавится на сайт. Если вам необходимо удалить метку с карточки товара, то просто кликните по иконке крестик возле соответствующей метки и она исчезнет из карточки товара, также метки можно добавлять массово, перечислив их через запятую, вот так, а затем кликнуть по кнопке добавить, после чего метки массово добавятся на сайт. Кроме этого вы можете привязывать к товару уже созданные метки, для этого вам нужно кликнуть вот по этой ссылке, после чего в появившейся области вам нужно будет простыми кликами левой кнопкой мыши выбрать нужные метки. Метки будут иметь различный размер шрифта, чем больше шрифт метки, тем чаще вы его использовали при создании товара. Вот так, под метками есть область для загрузки изображений товара, первая вот эта область отвечает за загрузку аватарки товара, то есть его главного изображения, которое будет его представлять в общем каталоге. Для загрузки этого изображения мы кликаем вот по этой ссылке и проходим стандартную простую процедуру подгрузки изображения. Пожалуйста, аватарка загружена. Чуть ниже располагается область для загрузки остальных второстепенных фото товара. Тут все идентично, кликаем вот по этой ссылке, далее после загрузки соответствующих фото на сайт, если вам необходимо, подгружаем в карточку товара несколько фото. Вы зажимаете клавишу Ctrl, а затем посредством клика левой кнопкой мыши выбираете необходимые фотографии, после чего кликайте вот по этой кнопке для добавления фото в карточку товара. Я выберу вот это одно изображение и кликну по кнопке добавить в галерею, в результате чего выбранное фото появится в карточке товара. Если вам нужно удалить данное второстепенное изображение, то просто наведите на него курсором мыши, после чего кликните по появившейся иконке крестик. Если нужно просто заменить или добавить новое изображение, то кликайте вот по этой ссылке, в результате чего перед вами откроется уже знакомый вам загрузчик. Если нужно удалить главное, то есть аватар изображения, то кликаем вот по этой ссылке, но если вы хотите его изменить, то соответственно кликайте левой кнопкой мыши по самому этому изображению. Слева от этих панелей находится область краткое описание товара. Здесь мы вводим краткую презентацию товара, то есть короткую фразу. Данная область будет отображаться возле таких триггеров, как цена, кнопка добавить в корзину и количество товара. Поэтому здесь должно быть все очень кратко. Вот мы и подошли к самой сути, к самой сокровенной и важной части создания товара. Давайте обратим свой взор на блок данные товара. Обратите внимание, мы находимся на первой вкладке этого товара, основные. Здесь нам нужно указать цены товара. В область базовая цена мы вводим действующую цену на товар, если на него, конечно, не распространяется акция. Заметьте, вводим только цифры без слова рублей. Если же на товар распространяется акция, то вводим в область базовая цена старую цену, то есть ту, которая будет отображаться как зачеркнутая. А в поле цена распродажи вводим цену по акции. Заметьте, цена распродажи должна быть меньше базовой цены, иначе WordPress не сохранит изменения в карточке товара. Кроме того, акцию можно запланировать на конкретные даты. Для этого мы кликаем вот по этой ссылке, после чего в появившейся области вводим дату начала акции и дату окончания. Как это работает? Смотрите, например, мы определили срок акции с 1 по 10 ноября. И так, ровно до 31 октября данный товар висит у нас в каталоге по цене 7500 рублей. Затем с 1 по 10 ноября он отображается как акционный по цене 4500 рублей. А затем с 11 ноября его стоимость снова составляет 7500 рублей. И все это происходит автоматически, без вашего участия. Здорово, не правда ли? Теперь нам нужно перейти во вкладку запасы. Здесь, во-первых, мы можем ввести вот эту область индивидуальный артикул, по которому товар отображается у вас на складе. Затем мы можем настроить систему учета остатков товара на складе. Для этого вам необходимо поставить галочку в чекбоксе «Управлять запасами». Далее вот в этой области устанавливаем количество товара, которое есть на складе на текущий момент. А затем мы должны настроить очень интересную вещь. Как вы знаете, бывает такое, что мы хотим купить какой-либо товар, а он, к сожалению, закончился на складе. Вы можете выбрать одну из трех схем работы с клиентом в этом случае. Во-первых, вы можете отображать в карточке товара информацию о том, что товара больше нет в наличии и скрыть возможность заказа товара у вас в магазине. Для этого вам нужно выбрать из вот этого раскрывающегося списка опцию «Не разрешать». Но это утопия. Лучше, конечно же, получать заказы и предзаказы. Можно оставить клиенту возможность заказать товар, при этом не сообщая о том, что товара нет в наличии. В этом случае клиент с удовольствием совершит в нашем магазине заказ, а вы, в свою очередь, должны будете применить максимум усилий для того, чтобы обеспечить доставку товара до клиента в срок во избежание получения гневного отзыва или жалобы на ваш магазин. Для этого мы выбираем опцию «Разрешить». Но самым оптимальным, по моему скромному мнению, является вариант, когда вы вроде бы сообщаете клиенту, что товар закончился на складе, но тем не менее оставляете ему возможность совершить предзаказ для того, чтобы в случае появления его на складе он в первую очередь мог получить свой заветный товар. В этом случае мы выбираем опцию «Разрешить», но «Уведомить клиента». Эту опцию я и выберу, что советую сделать и вам. Кстати, вы можете сделать так, чтобы в корзину, где есть данный товар, ничего больше нельзя было добавить. Для этого вам нужно установить галочку вот в этом чекбоксе. Я этого делать не буду. Теперь мы переходим в следующую вкладку «Доставка». Здесь вы можете настроить параметры, то есть габариты товара, а также выбрать особенный вид доставки для данного товара. Я здесь ничего вводить не буду и перейду на следующую вкладку «Сопутствующие». Здесь настраиваются автоматические инструменты для допродажи. Я покажу, как это настроить после того, как мы создадим полный каталог с товарами. Далее вкладка «Атрибуты для простого товара» не используется. А вот во вкладке «Дополнительно» можно написать какое-то примечание к товару, либо отключить отзывы, что я и сделал, убрав галочку соответствующего чекбокса. Что ж, на этом создание простого товара завершено. Давайте сохраним изменения. Для этого поднимаемся на самый верх карточки товара и кликаем по кнопке «Опубликовать», расположенной справа. Как вы видите, кнопка «Опубликовать» изменилась на «Обновить», что свидетельствует о том, что наш товар создан в общем каталоге. Теперь в случае внесения изменений для сохранения введенных результатов, вам нужно будет кликнуть по кнопке «Обновить». Кроме того, у нас вышло сообщение о том, что товар опубликован, а также имеется ссылка, кликнув по которой мы можем увидеть, как выглядит наша карточка с товаром. Давайте кликнем по ней. Посмотрите, все выглядит очень шикарно, только, конечно, нужно будет почистить вот этот сайтбар от мусора. А так все отлично, посмотрите, зачеркнутый ценник есть, количество товара также есть. Обратите внимание, имеется кнопка «Добавить в корзину». Но, а где же опция выбора размера обуви? Ее нет. А знаете почему? Все потому, что мы создали простой товар, а для выбора различных опций нам нужен вариативный товар. Что такое вариативный товар? Вариативный товар – это товар, имеющий различные вариации исполнения, размер, цвет, покрой, материал и другие особенности. Если от варианта исполнения зависит только количество остатка товара на складе, то вариация называется простой. Если от вариации зависит внешний вид товара или цена, то вариация называется сложной. Размер – это простая вариация, а например цвет или покрой – это уже сложная вариация. Итак, давайте сделаем из этого простого товара вариативный с простой вариацией. Для этого возвращаемся в режим редактирования товара, кликнув вот по этой ссылке на экспресс панели управления. Создание вариативного товара происходит точно так же, как и простого, до того момента, как вы подойдете к настройке блока данной товара. Для начала нам нужно поменять вид товара с простого на вариативный. Для этого мы из вот этого раскрывающегося списка выбираем опцию вариативный товар. В итоге у нас чуть-чуть изменился интерфейс этого блока. То есть у нас исчезла вкладка основные и добавилась вариации. Вкладки запасы, дополнительная доставка и сопутствующие при создании вариативного товара заполняются идентично простому товару. Для настройки вариативного товара мы переходим во вкладку атрибуты. Что такое атрибут? Атрибут – это вариативный признак или параметр товара. Например, размер, цвет, покрой и так далее. Нам нужно завести атрибут «Размер». Итак, для создания атрибута мы кликаем по кнопке «Добавить». В появившейся области в поле «Имя» вводим название параметра, то есть размер, а в область справа через вертикальную линию вводим значение параметра. В нашем случае это размер обуви. Вертикальную линию можно поставить с помощью клавиатуры. В английской раскладке с сочетанием клавиш «Shift» и кнопки, которая расположена над кнопкой «Enter». Далее, чуть ниже, для того, чтобы данный атрибут применялся в вариации, нам нужно поставить галочку вот в этом чекбоксе, после чего кликнуть по кнопке «Сохранить атрибуты». Теперь нам нужно перейти во вкладку «Вариации». Вариацию можно добавлять двумя способами. Если у вас несколько параметров, но при этом ваш товар не предусматривает совмещение всех видов вариаций, то вам нужно добавлять вариации вручную. Что это значит? Например, у вас имеются кеды размерами 35, 36 и 37, но при этом кеды могут быть синего и красного цветов. То есть у вас имеется два атрибута – цвет и размер. Но при этом у вас не существует модели 38 размера синего цвета и нет 35 размера красного цвета. В этом случае вам нужно создавать вариации одиночно, либо создавать массово, но после этого ненужные вариации удалить. У нас же имеется один параметр – размер, поэтому мы создадим вариации массово. Для того, чтобы создать вариацию вручную, вам нужно из вот этого раскрывающегося списка выбрать «Добавить вариацию» и кликнуть по кнопке «Применить». Если же вы добавляете вариации массово, то выбираете опцию «Создать вариацию из всех атрибутов» и также кликаете по кнопке «Применить», что я и сделаю. Кстати говоря, вы не можете создать за один заход более 50 вариаций. Итак, посмотрите, я создал 8 вариаций, теперь мне нужно их настроить. Для этого мы переходим в панель настройки вариации. Давайте наведем курсор мыши на вариацию. Если вам нужно удалить конкретную вариацию, то кликаем по ссылке «Удалить». Для отображения панели вариации кликаем вот сюда, в результате чего перед нами откроется сама эта панель. У нас будет товар с простой вариацией, поэтому здесь мы заполняем только данные, которые связаны с запасами. Во-первых, вы можете для каждой вариации определить свой уникальный артикул. Например, у нас общий артикул для данного товара – KEDM001. Но для 38-го размера можно определить артикул KEDM001-38. Для этого необходимо ввести данное значение вот эту область. Я же этого делать не буду. Кроме того, для того, чтобы учитывать запасы данной вариации, нам необходимо поставить галочку вот в этом чекбоксе. А затем вот в эту область ввести остаток товара конкретной вариации. В нашем случае это количество KED 38-го размера. После нам нужно определить, как работать с клиентом по данной вариации, в случае если товара не будет на складе. Я выберу опцию «Разрешить, но уведомлять клиента». То есть из вот этого раскрывающегося списка я выбираю соответствующее значение. Про это я рассказывал ранее. Также вам необходимо указать цену данной вариации. Для этого мы вводим значение вот в эту область. Итак, настройка данной вариации закончена. Теперь ее нужно свернуть, кликнуть вот сюда. Далее давайте настроим остальные вариации по этому же алгоритму. Итак, у меня все готово. Сейчас мы должны сохранить все изменения в настроенных вариациях, кликнув вот по этой кнопке. А затем, естественно, сохранить изменения, внесенные нами в карточке товара. Для этого мы поднимаемся наверх и кликаем по кнопке «Обновить», расположенной справа. Давайте посмотрим, как же теперь будет выглядеть наш товар. Нам нужно кликнуть вот по этой ссылке. Вот посмотрите, у нас появилась опция выбора размера. Мы открываем этот раскрывающийся список и выбираем, например, 42 размер. В результате чего подгружается остаток товара на складе и кнопка в корзину стала активной, так как мы выбрали конкретный размер и теперь можем положить товар в корзину. Сейчас я вам продемонстрирую, как создать товар со сложной вариацией. Итак, нам нужно перейти в панель создания нового товара. Для этого наводим на экспресс панели на ссылку «Добавить» и выбираем товар. Далее перед нами открывается панель создания товара. Давайте создадим товар со сложной вариацией. Итак, мы создадим товар «Kedy Choice». Заполнение карточки товара идентично тому, как я показывал ранее, до того момента, как будем создавать вариации товара. Итак, поехали. Смотрите, у нас будут кеды трех цветов. Зеленый, желтый и красный. Как вы видите, я завел два атрибута. Размер и цвет с соответствующими значениями. Не забываем поставить галочку вот здесь. Для использования атрибутов при вариации и сохраняем изменения. После этого переходим во вкладку «Вариации» и создаем в автоматическом режиме все возможные вариации. Как это делать, вы уже знаете. Итак, WordPress нам создал 24 вариации. Итак, заходим в первую вариацию и настраиваем ее. Я подгрузил фото, просто кликнув по иконке и пройдя стандартную процедуру подгрузки. Ввел артикул, установил цену, количество остатка товара на складе и разрешил делать клиентам предзаказы, при этом уведомляя их о том, что товара нет на складе. Теперь сворачиваем первую вариацию. Давайте перейдем в вариацию 38 размера с красным цветом. Дело в том, чтобы добавить небольшой динамики, маскеды красного цвета будут стоить не 9800, а 12500 рублей. Как вы видите, я загрузил для данной вариации уже фото красных кед, поставил другую цену и отобразил другое количество остатка товара на складе. Теперь закрываем данную вариацию. Сейчас нам нужно по этому же алгоритму донастроить остальные вариации. Итак, поехали. После того, как все вариации заведены, мы сохраняем изменения введенных данных, а также сохраняем сам созданный нами товар, кликнув по кнопке «Опубликовать». После давайте перейдем на сайт для просмотра того, что же у нас получилось. Посмотрите, я выбрал размер и цвет, в итоге подгрузилось фото товара определенного цвета, ценой и остатком. Соответственно, кнопка в корзину активировалась. Заметьте, сверху указан максимальный диапазон цен. Теперь мы выбираем красный цвет и, пожалуйста, другое фото и другая цена. Но, соответственно, иное количество остатка на складе. Кстати говоря, смена фото происходит с плавным эффектом выезда. Все в общем выглядит очень круто. Теперь давайте перейдем в список товаров в консоли. Для этого наводим курсор мыши на колесико и выбираем консоль. После чего переходим во вкладку «Товары». Итак, можно создавать товары также из этого каталога, кликнув вот по этой кнопке. После чего перед вами откроется уже известная нам панель «Создание товара». Кроме того, можно не создавать товар с чистого листа, а скопировать уже существующий. После чего внести определенные корректировки. Для этого наводим курсор мыши на товар, который необходимо скопировать и кликаем по ссылке «Дублировать». После чего перед вами откроется панель «Создание товара», где вам необходимо будет произвести определенные корректировки и сохранить изменения. Кроме того, если вам нужно либо удалить товар, или произвести корректировки, существующие, или просто вы хотите перейти в карточку существующего товара, то также наводите на него курсором мыши и кликайте по соответствующей ссылке. Если вам необходимо перенести огромное количество товара из одного магазина в другой, то есть очень удобный механизм. Итак, вы находитесь в старом каталоге, который вам нужно перенести и кликаете по кнопке «Экспорт». Далее в новом окне кликаем по кнопке «Сгенерировать CSV». Затем у вас на жестком диске сформируется файл с товаром. Вы переходите на сайт в каталог, куда нужно загрузить выгруженный товар и кликаете по кнопке «Импорт». Подгружаете экспортированный вами файл, кликнув вот по этой кнопке. Если хотите в случае наличия совпадений заменить товары новыми, то устанавливайте галочку вот здесь и кликаем по кнопке «Продолжить». В результате чего товары подгрузятся в магазин, и вы лишите себя многочасовой работы по переносу товара из старого каталога в новый. Вот как-то так. По созданию каталога товара это все. Теперь нам нужно для каждой категории завести по 8 товаров, для того, чтобы показать вам, как в принципе должен выглядеть интернет-магазин. То есть 8 кет, из них 4 мужских и 4 женских, 8 кроссовок, из них 4 мужских и 4 женских и так далее. А вот для категории, которые не подразделяются на мужские и женские, мы должны завести по 4 товара. В общем, у нас в каталоге должно быть размещено 52 товара. Алгоритм создания товаров различной сложности вам уже известен. Итак, давайте приступим и встретимся после того, как заведем все товары. Я вам расскажу про очень прикольную фишку. Поехали. Итак, у меня все готово. Теперь давайте я вам покажу, как настроить систему автоматических допродаж. Смотрите, мы находимся в режиме редактирования товара. Нам нужно в блоке данной товара перейти во вкладку «Сопутствующие». Как вы видите, здесь имеются две области – апсейлы и кросселлы. Апселлы – это более качественный и интересный товар, который вы предлагаете купить клиенту вместо того, который он ищет. Апсейл необходимо предлагать в карточке товара. Кросселл – это товар, который вы предлагаете клиенту купить вместе с тем, который он ищет. Пример кросселла может быть, например, кожаный пояс для клиента, который ищет джинсы. Кросселлы выводятся на странице оформления заказа. Как же настроить эту систему? Все просто. Для начала мы вводим апселлы. Для этого нам нужно ввести первые три буквы товара, которые мы хотим выводить в качестве апсейла. После чего нам в WordPress отобразить все возможные варианты, из которых мы должны посредством клика левой кнопкой мыши по ним выбрать те, которые мы будем отображать в качестве апсейлов. Вот так. Если вам нужно удалить какой-либо товар из области апсейла, то кликните по иконке «Крестик», расположенной возле названия товара в области апсейл. Кросселлы заводятся по аналогичной схеме. Теперь давайте сохраним изменения и перейдем в карточку товара для просмотра результата. Пожалуйста, вот наши апсейлы. Все выглядит просто отлично. Теперь нам нужно положить наш товар в корзину и, собственно, перейти в нее. Мы попали на страницу оформления заказа. И, пожалуйста, вот наши кросселлы. Все выглядит стильно и компактно. Вот вы и создали каталог товаров, с чем я вас и поздравляю. Теперь нам нужно сделать кое-какую черновую работу, а именно создать страницы записи, настроить подвал сайта, личный кабинет и кое-какой функционал. Этим и займемся на следующем уроке.